Вы посмотрите, как одеты снаряжены солдаты Украины. А, вот, вот снаряжение солдата Украины, это тоже. Которое выдается по прибывшему... Вот, давай посмотрим, что у него есть. Спальный мешок, ну, маскировочный, да, это самый, да? Это куртка зимняя. Зимняя куртка, прости. Броник. Броник. Тут все весь комплект. Да, вот я вижу резиновые сапоги. И поверьте... Кроссовки, да, спортивные. Но что-то, что в этих пакетах не видно, да, на боксе. Ну, факт тот, что вот вчера я был в магазине «Сплав» и видел закупающихся солдат нашей российской армии. Это выступление генерала Шаманова, который говорит, что наши солдаты вынуждены покупать на свои деньги. Это правда? Спрашивается, почему так происходит? Солдат служит государству. Солдат изнашивается, ползая по полям, по долам, по горам. И городам он изнашивается и вынужден покупать на свои деньги снаряжение. Даже в видеоролике посмотрите, в чем одеты наши солдаты и в чем одет противник. Какие ботинки носит противник, а какие наши? Мы понимаем, почему вот этот раздался вопль генерала Шаманова. Это совершенно понятно. Потому что он тоже видит, он получает ту же информацию, что мы и мы с тобой, в общем-то. Вот, то есть это ужасающее положение. А вот ты ждешь, что будет, вот сейчас говорят, будет генеральное сражение, и мы как разобьем ВСУ. Мы все как кинемся вперед, да перемолим тот народ. Но это из области фантастики, если мы будем действовать так же, как мы сейчас действуем. То есть лбом пробивая одну стену, крича «Ура!», мы, как говорится, здесь пробили стену. А тут еще одна стена, еще толще, одна еще, как говорится, найдешь следующая стена. Понимаете, нам сказочник, который был спикером от Министерства обороны, как его там фамилия? Шанаконов. Коношенко. Коношенко, сказочник. Давайте начнемо из вашего Вовчанского направления, про то, какая там сейчас ситуация. Ну и, конечно, что интересно, потому что уже видим, что на мапе нет этого окременного островца. Да, есть на мапе этот окременный островец с агрегатным заводом, но такое впечатление, ну, принаймні, нам из мапы, выглядит, как немного изменится эта белая зона, фактически та, которая контролирована частково и нашими войсками. Чи так воно есть на самом деле? Просима, власне, про обстановку из первых уст. Я скажу заголовно про Харківскую область, потому что подразделы оконные задачи, основные районы сосредоточения, это глубокие липцы, но, в целом, группы работают по всему витингу в разе войсковой доценности. В целом, ситуация выглядит так, что силы обороны стабилизировали, подальше присылание противника не может быть. То есть, все позиции остаются за нами, противника успеху не имеет. Больше того, силами обороны ведется системная работа, что до выбития противника из тех позиций, которые ему удалось занять. Вместе с каждым штурмом мы имеем зворотный бой, то есть противник просто так не отступает и не здаётся. Скажу больше, что за последний год повномасштабной войны я не помню, на каком витингу мы бы не воювали, чтобы противник добровольно сдавался в полон или отступал в той или иной позиции. С каждой позиции мы его выбиваем. После выбития противник всегда проводит зворотный удар на штурмом. То есть, пытается накопить силы, чтобы выбить силы обороны из тех позиций, которые нам удалось оккупировать. Противник при этом использует все наявное оружие. Когда мы говорим все наявное оружие, то нужно выбирать несколько средств, которые на данный момент противника работают достаточно интенсивно и мают силы обороны, как линии боевого изъявления, так и при фронтовых сел и местах. Это как дрони, ударноти подии, так и, соответственно, авиация противника. Авиация противника использует кирование авиабомбой разной ваги, достаточно интенсивно на всех витинках. И объективно противник чётко понимает и осуществляет, когда бьет по цивильных местах, мирных местах, например, в городе Харьково. Пилот, который находится в кабине, нажимает кнопку «Пуск», он точно знает, что стреляет по житовым домам. И, соответственно, ситуация, что до присутствия оружия авиации, так или иначе, будет решена, и я щиро рассчитываю, что не за грами. Чому так есть подстава вважать? Как вы помните, нещодавно был данный дозвіл на использование высокооточной оружии по территории Российской Федерации. И это внесло достаточно сутятые изменения в характере противника, потому что, если раньше они сказали, что до ленточки все нормально, до ленточки, это оно мается на вазе до линей державного кордона. Они почували себя в безопасности и понимали, что могут быть атакованы только украинскими дронами. На поточный момент они могут быть атакованы высокооточной оружией. Как наследок противник вимушен перемещаться, свои силы и засоби дополнительно ховали, вогневые засоби, ну и, естественно, засоби противопроводной обороны и радиоэлектронной борьбы. Но, несмотря на то, что противник перемещается их ховать, так или иначе, меч правосудия догоняет российского оккупанта и в него на территории. Возможно, я могу сказать, что под ногами окупанта земля начала гореть и на территории РФ, их логистическое плечо, что до перехода движения линей державного кордона, стало довше. А чем довше плечо, тем оперативнее, что мы можем выявить и операционно нанести вогневое уражение до того, как борьба прийдет до наших позиций. Відповідно, есть все перспективы, сказать ствердно, что силы обороны не просто прихопили тактичные инициативы, а будут иметь тактичные успехи на поле боя щодо деокупации нашей земли. Я хотел, власне, вас еще по оточненню, пане Юрію, вы бачите это в том числе в моніторах з неба. А от земли наш військовый Станислав Бонятов, он пишет в себе ось такую картину. На Вовчанскому напрямку вимушений паритет, піхота с обоих сторон виснажена, здебільшого йде борьба за одни і ті самі позиції. Перевага у російсько-фашистів в КАБах та артилерії з нашої сторони БК на арту стало менше, а витягуємо за допомогою ФПВ. Ось що було станом на вчорашній день, ним написано. Чи ви на вашому напрямку так само підтверджуєте це, чи трошки инакша картина? Як я попередньо сказав, КАБ – це є проблема на протичний момент, яка має бути вирішена. Але що стосується артилерійських пострілів, артилерія стріляє наше достатньо активно. Противник, звісно, буде мати перевагу. За рахунок підтримки наших міжнародних партнерів ми не забезпечуємо, на жаль, паритет пострілів. Тому арта противника переважає віктивно. Що стосується застосування півдронів, тут інша ситуація. Тому що за рахунок як державних програм, так і незмінної підтримки української нації, і в півдронів Камікадзе, зокрема в силах оборони, стало в рази більше. Ми маємося на сьогоднішній день до двох на пріоритетних напрямках топку. На один наш дрон, противник має всього два. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Дякую за перегляд!